Я начну свое выступление с нескольких вопросов для размышлений. На что похожа история вашей собственной жизни, которую вы пишете? Тот путь, который вы описываете в своей истории, прямой? Заканчивается ли ваша история там же, где она началась, в вашем небесном доме? Есть ли в вашей истории образец такой, как Спаситель Иисус Христос? Я свидетельствую, что Спаситель — начальник и совершитель нашей веры. Позволите ли вы Ему быть начальником и совершителем вашей истории? Он знает с самого начала, что будет в конце. Он был Творцом Небеса и Земли. Он хочет, чтобы мы вернулись домой к Нему и нашему Небесному Отцу. Он заложил в нас буквально все, и Он хочет, чтобы мы преуспели. Что же, как вам кажется, мешает вам доверить Ему свои истории? Возможно, эта иллюстрация поможет вам лучше оценить самих себя. Опытный защитник в суде знает, что в ходе перекрестного допроса не стоит задавать свидетелю такого вопроса, на который вы не знаете ответа. Когда вы задаете такой вопрос, это побуждает свидетеля рассказать вам, а заодно и судье, и присяжным, что-то такое, чего вы еще не знаете. Вы можете получить неожиданный для вас ответ, и он будет расходиться со сценарием, который вы уже составили для своей ситуации. Хотя задавать свидетелю вопросы, на которые вы не знаете ответа, это, как правило, неразумный ход со стороны защиты. Для нас это может оказаться напротив полезным. Мы можем задавать вопросы нашему любящему Небесному Отцу во имя нашего милостивого Спасителя, и свидетелем, который отвечает на наши вопросы, будет Святой Дух, который всегда свидетельствует об истине. Поскольку Святой Дух действует в совершенном единстве с Небесным Отцом и Иисусом Христом, мы знаем, что показания Святого Духа достоверны. Почему же мы иногда колеблемся в том, чтобы обратиться за такой Небесной помощью, истиной, являемой нам Святым Духом? Почему отказываемся задавать вопрос, на который не знаем ответа, когда свидетель не только по-дружески расположен к нам, но и всегда говорит правду? Быть может, потому что у нас нет веры принять ответ, который мы можем получить? Быть может, потому что плотский человек в нас противится тому, чтобы предать все, абсолютно все, в руки Господа, и полностью довериться Ему. Может быть, именно поэтому мы предпочитаем придерживаться сценария, который сами для себя придумали, той версии, которая устраивает нас, и не подвергалась правке великого Учителя. Нам не хочется задать вопрос и получить ответ, который не полностью соответствует той истории, которую мы пишем сами для себя. Скажем честно, мало кто из нас впишет собственную историю, очищающие нас испытания. Но разве нам не нравятся эти славные развязки, в которых главный герой побеждает в борьбе? Испытания — это элементы сюжета, которые делают наши любимые истории захватывающими, бессмертными, жизнеутверждающими и достойными пересказа. Прекрасные сражения, вплетенные в наши истории, это то, что приближает нас к Спасителю и очищает нас, делая более похожими на Него. Для того, чтобы Давид победил Голиафа, юношу нужно было бросить вызов великану. В сценарии, удобном для Давида, он бы вернулся пасти овец. Но память перенесла его в те эпизоды его жизни, когда он спасал ягнят от льва и медведя. И опираясь на эти героические подвиги, он нашел в себе веру и смелость для того, чтобы позволить Богу писать его историю, заявив, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Пожелав, чтобы Бог восторжествовал, настроив уши внимать Святому Духу с готовностью дать Спасителю быть начальником и совершителем его истории, юный Давид победил Голиафа и спас свой народ. Высший принцип свободы воли, несомненно, позволяет нам писать собственные истории. Давид мог бы отправиться домой и вернуться к своим овцам. Но Иисус Христос всегда готов использовать нас как божественное орудие, отточенные карандаши в своей руке, чтобы создавать шедевры. Он с милостью готов использовать меня, этот хлипенький карандашик, как инструмент в своих руках, если у меня есть вера, чтобы позволить это ему, если я позволяю ему сочинять мою историю. Исфири — еще один прекрасный пример, когда человек вверяет все в руки Бога. Вместо того, чтобы осторожно цепляться за линию безопасного сценария, она проявила веру, полностью веря в себя Господу. Аман задумал истребить всех иудеев в Персии. Мардахей, родственник Исфири, узнал об этом и написал ей, предупредив, чтобы она поговорила с царем ради своего народа. Она объяснила ему, что тот, кто подойдет к царю, не получив специального приглашения, будет казнен. Но проявив огромную веру, она попросила Мардахея собрать иудеев и поститься за нее. «И я с служанками моими буду также поститься», — сказала она. «И потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Исфирь была готова доверить Спасителю писать свою историю, несмотря на то, что в свете плотской жизни это могло бы закончиться трагически. К счастью, царь принял Исфирь, и иудеи в Персии были спасены. Конечно же, от нас редко требуется такое же великое мужество, как от Исфири, но чтобы позволить Богу взять верх над нами, позволить Ему быть начальником и совершителем наших историй, нам необходимо соблюдать Его заповеди и заключенные нами заветы. Именно наше соблюдение заповедей и заветов откроет для нас линию связи, по которой мы будем получать откровение через Святого Духа. И именно через проявление Духа мы будем ощущать руку Спасителя, который пишет наши истории вместе с нами. В апреле 2021 года наш пророк, президент Рассел Нельсон, попросил нас задуматься над тем, что бы мы могли делать, если бы у нас было больше веры в Иисуса Христа. Имея больше веры в Иисуса Христа, мы могли бы задать вопрос, на который не знаем ответа. Попросить нашего Небесного Отца во имя Иисуса Христа послать нам ответ через Святого Духа, который свидетельствует об истине. Если бы у нас было больше веры, мы могли бы задать вопрос, а затем с готовностью принять полученный ответ, даже если он не соответствует удобному для нас сценарию. И благословение, которое нам обещано, в случае, если мы будем действовать с верой в Иисуса Христа, это возрастание веры в Него, как в начальника и совершителя нашей веры. Президент Нельсон утверждал, что мы получим больше веры, сделав то, что требует больше веры. Так что семейная пара, страдающая от бесплодия, может спросить с верой, не следует ли ему сыновить детей и быть готовыми к тому, чтобы принять ответ, даже если в написанном ими сценарии было предусмотрено чудесное рождение. Пожилая пара может спросить, не настало ли для них время служить на миссии и быть готовыми к тому, чтобы поехать, даже если по их сценарию они рассчитывали подольше задержаться на работе. Или, может быть, ответом будет еще нет, и они узнают в более поздних главах своей истории, для чего им нужно было оставаться дома немного дольше. Подростки могут с верой спросить о том, будет ли наиболее ценным для них продолжать спортивную карьеру или заниматься наукой или музыкой, а затем быть готовыми следовать внушениям Совершенного Свидетеля, Святого Духа. Почему мы хотим, чтобы Спаситель был начальником и совершителем наших историй? Потому что Он в совершенстве знает наш потенциал. Он приведет нас к таким местам, которых мы себе даже не представляли. Он может сделать из нас Давида или Исфирь. Он распрямит и обновит нас, чтобы мы стали больше похожими на Него. То, чего мы достигнем, действуя с большей верой, укрепит нашу веру в Иисуса Христа. Братья и сестры, буквально год назад наш дорогой пророк спрашивал, желаете ли вы позволить Богу вострожествовать в своей жизни? Желаете ли вы позволить делам, которых Он ожидает от вас, возобладать над всеми прочими устремлениями? Я осторожно добавлю к этим вопросам пророка еще один вопрос. Позволите ли вы Богу быть начальником и совершителем вашей истории? Мы узнаем из книги Откровения, что будем стоять перед Богом и будем судимы по книгам жизни согласно нашим делам. Нас будут судить по нашей собственной книге жизни. Мы можем сделать выбор написать комфортный для нас сценарий, или же можем позволить главному начальнику и совершителю писать нашу историю вместе с нами, так, чтобы отведенная им для нас роль затмила все другие наши амбиции. Пусть же Христос будет начальником и совершителем нашей истории. Пусть же Святой Дух будет нашим свидетелем. Пишите такую историю, в которой вы идете прямым путем, придерживаясь курса, ведущего вас обратно в ваш Небесный Дом, чтобы жить в присутствии Бога. Пусть невзгоды и страдания, неизменно встречающиеся в любой хорошей истории, будут средством, с помощью которого вы приближаетесь к Иисусу Христу и больше уподобляетесь Ему. Рассказывайте такую историю, в которой вы осознаете, что небеса открыты. Задавайте вопросы, на которые не знаете ответов, зная, что Бог готов открывать для вас свою волю через Святого Духа. Пусть в сюжетной линии вашей жизни будет история веры по образцу вашего Спасителя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Thank you, sister. Продолжение следует...